МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы идем по Северной Пальмире, по городу-музею на оперу Нюргун-Баатур, который состоится на сцене Мариинки, главного музыкального театра страны. Пройдет время, и придет осознание этого грандиозного события. Как говорит режиссер спектакля Андрей Борисов, богатыри верхнего, среднего и нижнего миров разворачивают целые сражения за спасение души человека. Алан-Хой – это не только о народе саха, это о мировой культуре в целом. Согласитесь, звучит актуально сегодня. Ну что ж, дорогой мой зритель, окунись в волшебный мир якутского эпоса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я когда-то в гастролях бываю, иногда даже в репетициях бываю совсем другое, именно без репетиции. Это очень странно, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Его костюм на самом деле у нас уже был разработан в театре Олан-Хоу, и практически мы его уже позиционируем как костюм Алгасчита. Мы его уже возводим в некий канон. Идею подал Андрей Саевич Рисов сам. Я отказалась делать чисто этнографические костюмы, причем Андрей Саевич эту идею одобрил. Мы еще начали работать весной на самом деле. Летом я читала Олан-Хоу Платон Алексеевича Аюнского и в основном опиралась на этот Олан-Хоу. Кыс-кас-кайдан на самом деле у меня они как антиподы Аюнсур и Кыс-кас-кайдан. Отказалась от использования и натурального меха, и искусственного меха. Затем Андрей Саевич говорил, что он хотел бы видеть какие-то отголоски шумерских костюмов. И вот особенно это прослеживается в костюме Тюэнэмол, это отца Туяры Мако. И в костюмах в первой картине у хора, у женского особенно, и у мужского фантазии на тему шумерских костюмов. С Андреем Саевичем вообще мы пришли к выводу, что Нюргунбойртор – это сгусток энергии, скажем, такое ядро земли, которое до какого-то времени сдерживалось, а когда наступила беда, то выпустили эту энергию, и она, скажем так, уничтожила силы злые. Персонаж Сорок Боллур, при появлении которого всегда зритель улыбается. И мы знаем уже устоявшийся его образ. Вот тут вы внесли тоже, мне кажется, немножко… Смикшировала комичность персонажей. Идея спектакля – это духовность. Сорок Боллур – это как вестники. Мы работаем очень давно с Михаилом Егоровым. Он сценограф, я делаю костюмы. И слава богу, наш творческий союз, он такой достаточно плодотворный. До этого был князь Игорь, Рубадур и третий спектакль – это Нюргунботур. Нюргунботур 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 Новая оркестровая аранжировка. Параллельно с симфоническим оркестром играет национальные инструменты «Крымпа», «Варганхомус». И участвует хор Государственной филармонии Республики Сахая Кутья и театр «Лонхо». Гениальность этой оперы – это то, что идет академический вокал и параллельно идет горловое пение «Таюк». Гениальность этой оперы – это то, что идет князь Игорь. Нюргунботур 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 Первые сорвали аплодисменты. Что закончили? Какое у вас образование? Я закончила музыкальные училища имени Марка Николая Жиркова, а также Арктический институт искусств культуры у педагога, заслуженной артистки Республики, доцента Колодезниковой Валентины Ивановны. Это моя первая большая роль. В партии Туяры Муко семь песен, и все семь песен они разнохарактерные. Поется в манере таюк, подражание манеры калагах, украшениями и форшлагами, и разными мелизмами музыкальными приемами. Якутская девушка, когда подают ее замуж, девушка носит около 30 килограммов. А тут вы чувствуете? Ну это конечно не 30 килограммов, но это потрясающее украшение, которое художник Сардана Федотова имеет такой вес значимый. Какие эмоции вас переполняют? Это очень ответственное мероприятие, очень ответственное и очень волнительное, но с другой стороны и очень радостное мероприятие. И выход в таких конечно серьезных, в таких легендарных сценах, в которых пели величайшие певцы мира, это для меня очень важное событие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Самая любимая роль? Мне кажется, король Рене из Иоланта, Чайковского. Там есть несколько партий. Одну конкретно невозможно назвать. Есть Лепарелла из Донжуана. Тоже очень хорошая партия игровая. Где вы учились? Уральскую консерватуру закончил. Как и наши предшественники. И сразу стал солистом. Как вы сначала это сприняли и как начали работать над этой партией? Наоборот, это игровая партия очень. Мне сначала как-то мне не понравилось, потом сейчас вошел в роль. Потом за счет игры она более выигрышная. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Алло, кстати, пел тоже Костюм интересный. Я вот снял же главный, у меня как у Скорпиона И змея должна жалить Юрымола, короче. Грим и костюмы очень помогают войти в роль. Доволен. Постановка интересная. В Мариинском театре очень здорово встретили зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нюргун Ботур – это особенный для нас спектакль, потому что, скажем так, я раскрою такую небольшую тайну, что, возможно, это будет такая, скажем, трилогия, о которой мечтает Андрей Саевич, что, возможно, это будет некое продолжение в спектаклях в театре Оон-Хо и Саха театра. Это, возможно, будет, и мы мечтаем об этом. И к Нюргун Ботуру мы шли десятилетия, скажем так. А вот это начиная с Ляй Ботура в театре Оон-Хо и далее, и далее, и далее. Для нас это очень ответственный шаг, и для меня это было особенно волнительно. ВОЛНИТЕЛЬ ПЕСНЯ ПЕСНЯ Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok